Книга открытым оком. Восьмой том. Вопрос 2007. Бросив все в мире, одевшись в черную одежду, делались ли принявшие иночество мудрее и милостивее, справедливее? Не говорю здесь о спасении, а просто по-человечески. Сносно ли были они при общежительном житии? Ответ Игнатия Тихоновича Лапкина. Увы, но увы, ничего этого не было. А если встречалось, то их считали равноангельными, и они были в посмеянии у остальной монастырской челяди, в гонении, в поругании. Не место освящает человека, а человек-место. Первое послание к Коринфянам, шестая глава, восьмой стих. Но вы сами обижаете и отнимаете, и при том у братьев. Стефан Волынский, 28 апреля. Таков был преподобный отец наш Стефан, много пострадавший от братьев монастыря. Но враг всего доброго и рабов божиих, дьявол, возненавидел блаженного Игумена за такое попечение о святой обители, и своими злыми кознями сделал так, что некоторые из братьев подняли смуту, и не только не зложили с угуменства Стефана, избранного ими единогласно, но и без всякой вины изгнали его из монастыря. Венедикт, 14 марта, кавычки открыты. Строго соблюдая устав постнического жития, он никому не позволял жить по своей воле, так что иноки стали раскаиваться, что выбрали себе такого Игумена, который совершенно не подходил к их испорченным нравам. Самые дурные из иноков задумали даже следующее. Они смешали яд с вином, и, влив все это в чашу, дерзнули подать это смертоносное питье преподобному отцу во время обеда. Он же своей честной рукой сотворил над чашей крестное знамение, и сосуд с силой Святого Креста тотчас же разбился, как бы от удара камнем. Тогда человек Божий познал, что чаша была смертоносна, ибо не могла выдержать животворящего креста. Тотчас он позвал к себе братьев, и без всякой злобы, и даже с улыбкой на лице сказал им. «О чадо! Да помилует нас, милосердный Господь! Зачем вы задумались сделать мне это? Разве я не говорил вам раньше, что мои нравы не подойдут к вашим? Итак, поищите себе другого отца. Я же у вас оставаться не могу». Преподав им мир, он удалился в пещеру, где прежде жил, и пребывал там один, при дочами, в севице Бога. Кавычки закрыты. Евпроксия, 25 июля. В числе сестер была одна по имени Германа, которая, как говорили, происходила от простой и бедной рабыни. Она одна не любила всеми любимой Евпроксии. Дьявол разжигал в ней зависть. Однажды Германа нашла в кухне Евпроксию одну за работой и начала брониться. «Евпроксия постится всю неделю, а мы не можем. Что мы станем делать, если игуменья велит нам так поститься?» Евпроксия возразила ей. «Извини, сестра, великая госпожа наша велела каждой подвязаться по своим силам. И на меня ненасильно возложила этот труд». Германа, разгневавшись, сказала «Обманщица, много в тебе разных хитростей. Кто не знает, что ты нарочно это делаешь из стремления к суетной славе, чтоб все видели и хвалили тебя. Ты хочешь, чтобы по смерти игуменей к тебе перешел ее сан. Но я уверена, ей-богу, что тебе никогда не начальствовать над нами». Евпроксия со смирением упала ей в ноги. «Прости меня, госпожа моя», сказала она, «согрешила я пред Богом и тобой». Когда узнала об этом игуменья, она позвала Герману и стала ей выговаривать при всех сестрах. «Раба лукавая и безбожная, какое зло тебе сделала Евпроксия? Что ты ей мешаешь в ее богоугодном деле? Ты будешь отлучена от церковных служб и трапезы с сестрами, как недостойная». Евпроксия со слезами долго упрашивала игуменью простить Герману и в течение тридцати дней не могла упросить. На тридцатый день Евпроксия взяла с собой Юлию и просила старших сестер похлопотать у игуменьи о прощении Германы. Игуменья позвала Германа и сказала ей, «Разве ты не поняла, окаянная, какое великое зло мешать кому-либо в добром деле? Ты не подумала и о том, что она дочь сенатора из царского рода, и так смеленно, так отдалась Богу и служит тебе, недостойной? Тогда все сестры стали просить игуменью за Герману. На силу умолили ее, и Герману простили». Кавычки закрыты. Зависть зависает ядовито, черным облаком и делает слепым. Каин с доиком преследует Давида, изо рта клубится едкий дым. Не завидуй доброму соседу, лучше поревнуй его успехом. Почему к нему все гости едут? Губу у него с веселым смехом. Поревнуй его благословению, пусть не ты, а он богат, здоров. Подпивай его простому пенью, пригласи под свой убогий кров. Все, что видишь, скоро приходящее. Мысленно откинь полсотню лет. Все пройдет. Уйдем в дубовый ящик. Прах и тлен. Рассыпался скелет. Лучше поревнуем благочестью, будь всегда довольным тем, что есть. Докажи, что на своем ты месте. Теща мама и отцом стал тесть. Должником себя считай пред всеми. Их труды и заботы оцени. Зависть черная, губительное семя. Ей подвержены Сауловы сыны. Не завидуй злому Скорпиону, все пройдет молвою быстротечной. Нетерпение делает подонкам, отправляет неспасенных в вечность. Что бы ни увидел заведущий, пожеланием тянет до себя. Почему его считают лучшим? Выше и почетнее сидят. В нас должны быть чувствования Божьи. Сколько тех, кто ниже и презренней, у кого ни хлеба, ни рогожки, кто церковного совсем не слышит пения. 18 июня 2003 год. Игнатий Лапкин.